здравствуйте меня зовут хитрук елена я житель южной части украины являюсь заводчиком перепеловодом перепела самая крупная из мясо яичных пород альбинос техасский белый фараон американский также я заводчик курочек очень вкусного мяса есть у нас московский питерский генофонд это у нас мини мясные загорские лососевые у нас есть с московского генофонда и также вся коллекция кур брезгальцев и кем и приобретали инкуб яйцом на территории украины кому интересно ребята подписывайтесь на youtube канал хитрук елена жизнь также информацию о нашем хозяйстве о нашей работе можете ознакомиться на youtube канале хитручкин двор ребята в плейлистах заходите в плейлисти вам будет удобнее получить всю интересующую вас информацию сегодня хочу вам показать какие я делаю вообще-то комбикорма птицу мы выращиваем на стартовом комбикорме заводском зеленый лист в осенью мы брали дворик тестовали на нашей птице цель комбикорма дорогостоящего не премиум класса и перепилят мы пускаем дальше уже на выращение на свои домашние самодельник корма який скоропортящийся ребята их надо комбинировать делать комбинированные корма но мы их не гранулируем все вот так вот перебиваем и в таком состоянии даём нашей птице сейчас вы бачите корм корм цеда етя птице яка подготовлена до зарезки а там есть и петушки и курочки так как мы занимаемся плем работой отбираем качественную птицу рабочую птицу также тихосяцин должен соответствовать своей характеристики до породы то бишь вин должен у нас не будь меньше 430 грамм в живом весе я щас говорю о курочках нашем хозяйстве даже есть такая линия яка есть утяжелено четыреста семьдесят пятьсот тридцать грамм цепты ця рабочая кавыда е инкуб яйцо я вам показываю комбикорм мои уже постоянные зрители уже знают в чем речь о яких комбикормах так как будет уже давно ознакомленнее я показываю уже несколько лет комбикорма яке комбинирую и яке их делаю я разрабатываю именно для себя из того сырья який мне доступно купить или самой и вырастить ну давайте я вам сейчас покажу значит цей комбикорм этот комбикорм вообще классный вкусный и вин пахнет в том корме есть вы видите зерна из лаковых кукуруза я добавляю 40 процентов я процентовку даю что несушка что птица яка на корме что птица яка стоит у нас петухи мы можем взять с одной лініи нам надо их сохранить там месяца два мы поддержим если еще одну лінію нам надо их протестовать на их работу знаешь мы тоже кормим соотношение зерна кукуруза 40 процентов пшеница 30 процентов если у нас курочки яки несут инкуб яйцо мы им добавляем до 15 процентов ячменя тут есть 10 процентов ячменя 40 процентов кукурузы 30 процентов пшеницы есть макуха макуху я использую с подсолнуха подсолнуха жарену и приобретаю макуху на маслобойне стараюсь каждый месяц приехать и взять потому что если брать уже десь на складах если брать уже кто продает какие-то точки зерновые понятно что в них возможно что в складах залежалось а лучше находите ребята макуху чтобы она была и с маслобойне ну если у вас есть поставщик якому вы доверяете пробуйте макуху она должна давать аромат свежая макуха и вона не должна быть мягкой она должна быть крохка по макухе очень много тоже было рассказано показано и также в том корме есть ракушка ракушка должна быть для того чтобы хорошо мы не можем говорить что теки зерновые играют великую роль великую роль играют даже ракушка яка помогает и измельчать вот такие вот зерно и для лучшего усвоения также тут вы бачите таки цвет сероватый а тут у нас есть лиственная лиственную я уже очень много рассказываю что я добавляю як горохлянку это ботва горошка в зеленом состоянии можете поделиться в плейлисте натуральная комбикорма там очень много рассказано о лиственных от от люцерни о горохлянке у нас тут находиться на данный момент люцерна люцерна яку мы сушим на чердаку вонам як я уже и раньше говорила скосили в обед перевернули на другий день мы ее выносим на чердак вона у нас полностью зеленого цвета не ржава а в зеленом цветі стараемся сохранить витамин и было бы в идеале люцерну гранулировать но делаем пока так так и в обязательном порядке должен быть премикс не путайте бмвд и премикс премикс желательно концентрат мне пишут что пользуйтесь не сушкой премикс не сушка для курочек яка есть прилеплювач висевка также есть премикс концентрат где я прилеплювач макуха я использую премикс концентрат и даю соответственно в процентовке премикс концентрат я даже даю и кроликам он у меня прилеплювач есть растительное масло до зерна до цельного зерна также я даю премикс и собакам своим высчитываем как для лисицы премикс мы высчитываем и даем курям и также даем перепелам без премикса не будет толку это тоже самое что и для человека витамин и аминокислоты и минералы ребята из того что мы думаем дома мы можем дать из зерновых и какие-то там еще отходы но без витамин минерал мы ничего не не добьемся но будет но все равно не того качество будет по голове так и есть у нас тут еще один ингредиент я всегда добавляю и косточки вы уже знакомы да и что за косточки переработка тоже и до косной я не приобретаю заводского производства мяса костну и тут есть один ингредиент есть видео в но одна единственная да я вам показывала но может быть тут и побачили а может даже и не побачили сейчас я вот так вот сделаю вот так вот так вот бачите беленькую шкурочки такие беленькие да догадались не 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 шкаролупа можете подумать что шкаролупа от перепелиных яиц от куриных яиц это мы тоже добавляем но таких объемов у нас немае тут ребята есть отварное перепелиное яйцо вот так сколько у нас сегодня пришло раз два три четыре четыре латочка четыре латочка перепелиных яиц я отварю делаю замес и перебиваю все на измельчители цей корм у нас будет для птицы я кумы кормим для зарезки мяса мясо очень вкусно и немая никаких ребята посторонних запахов и очень вкусные так не думайте тут не инкуб яйцо не пищевое яйцо цены кондиция варится яка по каким-то причинам не подходим для инкубационного продажи и в пищевое а бывают такие периоды что у нас покупатель сыт на пищевое яйцо и мы це яйцо пускаем переработку я хочу сказать что соеву макуху очень дорого приобретать в нашем регионе и купить ее на постоянной основе проблематично и к тому же урожай двадцатого года покажет что в двадцать первом году будут комбикорма заводского производства дорожать так как у нас основной стартовой культуры соевой макухи не урожай и соответственно она потянет цену на комбикорм выше также ребята хочу вам показать комбикорм який я делаю для курей тут конечно процентов к совсем другая и уже с травяной я добавила полынь полынь можно давать курочкам просто вот так вот я бросаю бачите они по обклювывали уже тут мало осталось листочки а также в корм я делаю ребята вот так беру вот такие вот ветки булы до этого все цели мяча и вот такビ возмечитель гиджи 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 тplantsи палки остаются сами палки тут у нас иде 20 процентов ячменя видно ячмень иде 20 процентов пшеницы и 30 процентов кукурузы из травяных подкормок мы не давали сегодня я не давала им не люцерки никакой зеленухи курочки у нас вигульна пасутся доступна им зелень но птицу мы подготавливаем до инкубации и чистым ее даю на протяжении 10 дней состав корма добавляю полы но хочу сказать что вода должна быть в изобилии вода должна быть чиста даем мы воду конечно уже греем потому что январь месяц воду подогреваем даю я им вот в первой половине дня вечер в обед теплую воду и даю воду теплую на ночь на ночь так как после полыни куры будут у них будет жажда и будут обильно пить воду ну таким макаром мы чистым нашу птицу конечно препарат я дам перед периодом инкубации нам надо будет приобрести препарат вид аптеки есть видео у меня на канале на хитручкин двор я оставлю ссылочку вам описание можете ознакомиться дабы у нас уже птенцы булы хотя бы ну хотя бы чести потому что как вылуплюется курчатка цыплятка и потом можем столкнуться с кучей проблем также если есть птицы гельминты если ваши куры например соседствуют и с утками с гусьми с индюками да и так в почве полно микроорганизмом даже с того песка может заразиться куры да есть собаки да есть кошки значит препарат обязательно дается раз у три месяца но в цей период не надо там яйцо пищевое ну можно его и кушать можно не кушать а можно даже и отварить и перепустить в корму той птицы яка стоит на откорме значит тут ребята вы бачите корм який для наших курочек несушек подготавливаем мы их так и осталось там что сделать комби корм для наших перепелочек несушек и кин и суть инку пейцо и мы реализуем его транспортной компанией новая почта по территории украины ребята вы бачите совершенно верно это рыба это мороженая рыба рыба морская из пресных вот с речек ставков с водоемов рыбу я не даю перепелам так как птица ой так як рыба все равно есть у нее ельминты и в речковой пресной рыбе есть острые косточки у морской есть омега аминокислоты и даже рыбий жир присутствует а вот в пресных водоемах в речках ставках омеги то есть рыбьего жира можно сказать что даже его и не маям так рыба мороженая я и так и буду щас делать замес добавляя зерна смесь и все составляющим и также буду перепускать в измельчители все то же самое что я делала с комбикормами что я делала с комбикормами для и с добавки мясо косной аналогично сейчас же так сам будет делаться и с рыбой коты нам не дадут конечно все сделать они будут варовать котов у меня много 9 штук и я рада чтобы они у меня есть так как мы позбавились такой проблемы як гризуны як мыши як крысы наши котики решаются всю проблемку моя на канале тоже показано и рассказано чем мы кормим наших кроликов перепелочки перепелочки у нас кормить всю нашу семью так ну что ребята по рыбе я думаю по самому комбикорме индивидуально по рыбе мукорме вы можете задавать вопросы я сниму видео если вопросов не будет значит вы все поняли да вы все поняли ну что приступаем к работе рыба вона не проваривается вона не измельчается так и есть тут есть и головы рыбы хорошо бы брать для несушек таку рыбу як салака как азовка от вон и бишь таки жир не для молодого перепела для молодняка лучше брать атерину она более постно и более постно а рыбку нашу полюбляют ше знаете кто но в сезон коли у нас растет молодняк молодняк курочек молодняк цыплят от два месяца коли в них растет костяк набирать оперение тоже хорошо цыплятам давать вот я можу измельчить просто порубать если есть время вы можете в мясорубках их но на цараться не надо можно и порезать посекти даже ножом топориком куры там уже разберутся в яком проценте давать вот именно такую рыбу двицы если рыба жирна и если есть рыба постная я даю на 10 килограмм вот замеса зерна смеси я даю рыбы пол килограмма ну и дивимся если выше добавляете плюс там соеву макуху кто добавляет горох лянку кто добавляет например есть и же им подсолнечникова макуха вона может быть с большим составом сырого протеина может быть с меньшим составом вы уже тоже и по рыбе и по макухе дивиться что жирнее что постнее можете регулировать ну а я говорится по мед в перепелятнику завтра утром ваша перепелочка покаже и также через два три четыре пять дней птица покажет дуже красиво яйцо прекрасное яйцо перепелена ну цей будь показатели шоу работа корма выполнена правильно